Всем привет! Это мой YouTube-канал, который посвящен пиву, спорту. И сейчас мы находимся в гостях на Гусульской крафтовой броварне Ципа. Рядом со мной мой хороший друг уже Юра Юрович, главный бровар Ципы. Несколько вопросов как раз нам и читатели присылали, и сам я кое-какие подготовил. Как все произошло? Как ты оказался здесь? Как ты оказался на пивоварне? Добрый день. Так, сразу, теперь попробую сгадать, здаясь, что уже прошло много лет, а оказывается, что скоро будет три. Как мы встретились, и жив я соби спокойно в Квасах, занимался герсколижным спортом, туризмом, вернее, ходил по горах. И требовало мне встретить добрых людей, которые мне сказали, что давай попробуй сварить пиво. Как я сварил пиво, и уже два года не катаюсь на лежах, нема часу. Хотел тебя спросить, вот если бы прямо сейчас отмотать время на 2015 год, и снова тебе такое же предложение стать пивоваром, вот как бы ты отреагировал, чтобы ты сказал, какое было бы твое решение? Сейчас я бы уже сказал, что с удовольствием. Если бы это было год назад, было очень серьезных экзаменов на витривалість, на физическую, моральную, много учиться было. Я думал, что я много чего знаю. Оказывается, что еще не много. Дуже много знал интересного. Дуже много добрых, хороших людей я встретил за этот час, за три года. И я не шкодую, а мне кажется, что пиво – это жизнь. Мы, кстати, совершенно не зря снимаем на вот этой летней площадке видео наших, потому что именно на этой летней площадке Юра Юрович два с половиной года назад, почти три года назад уже, сварил самое-самое первое пиво на оборудовании немецкой компании «Шпайдель». И оно прямо здесь и бродило, насколько я знаю, и прямо здесь и переливалось. И, в общем-то, если сказать по современным технологиям, это было достаточно стрёмно, наверное, но получилось, тем не менее. Поэтому здесь очень важный аспект пивоварения – это душа человека, который варит и который относится к этому реально с душой. Вот смотри, провокационный вопрос такой немножко. Сейчас тебя знает вся Украина. Твои портреты висят во всех наших барах по всей Украине. Как ты к этому относишься и как тебе с этим вот сейчас живется? Ну, портреты, я не знаю, как-то сталося, что мои портреты там приятно, конечно, но очень большая ответственность. Я даже не знал, что сначала появились мои фотографии в баре, они появились тут у нас на Закарпатте, в Ракове. Люди сказали, что хорошо, но раз хорошо, что не сделаешь для людей. А что ты пьешь? Я пью наш родный Драгобранд. Родный Драгобранд, а я пью ципу Петроу. Мне кажется, что ципа Петроу во вторник в 15.51 очень хорошо должна заходить. Да. Вот. Расскажи про спорт. Расскажи про свою спортивную занятость, спортивную карьеру. Как это было? Зачем это было? Что тебе это в жизни дало? Я бы сказал, что более спортивный туризм. Сначала меня зацикавили биг. Мы бигали великие кросы по горах, короткие пробежки каждый ранок. И это мне два года, я занимался таким своим любительским спортом. А потом я пошел на работу в туризм. Я працював инструктором-методистом, есть такая турбаза Эдельвейс в Ясенях, где я працював два года. И два года еще существовала система туризма, отдыха людей, организации «Радянская система». И мы ходили по горах, водили людей, великие группы, по 30-35 человек. Плюс зимой учили людей на гирских лижах кататься. Я был инструктором также по гирских лижах. Но мы учили людей, типа, 25 человек безкоштовно. 25 человек. Ты с Буковелли сейчас одного за 500 гривен два часа. Смотри, мой следующий вопрос. Ну, он, наверное, не совсем провокационный. Простой вопрос. Какой сорт ципы ты считаешь самым удачным и самым интересным на сегодняшний день? Ой, очень сложно сказать. Я бы не сказал, что это не провокационный вопрос. Ну, может, провокационный, но окей, давай так. Ты тройку, тройку найкращих просто на твой выбор. Я думаю, что наша чорная ципа, я начну из складного сорта, можешь сказать, что наш стаут, чорная ципа, мы добились, мы ее варим на нашей малой пивоварнике, где я начинал варить. Ничего не менялось таким же способом, але вона, я помню, ее первые варки, и мы много чего нужно было еще допрацювать. И мы сейчас вышли на такой хороший вкус, на хорошую качество, и подобрали дозревание. Вона у нас у подвала дозревает, карбонизация проходит, и дозревание, и оседание дрожжев. Два месяца в нашем подвале чорная ципа – это минимум. Ну, а еще била ципа, мне так же нравится, она не сложная, но мы ее когда-то взяли, так же нужно было допрацювать. И мы вышли сейчас так, что она приятно пьется, и в любый час ты можешь сказать, и не пошкодует, что выпил билу ципу. Третий сорт, я бы сказал, мне много сейчас нравится, но я думаю, что под травой так же стояла мята, чебрец, наши гирские травы, календула, и воно прикрашивает, и люди, кто не пробует, им понравится. Но я считаю, что это три сорта, которые мы выбрали первый раз, мы начинали с них, и воно держится достаточно из народа ципа. В мире крафтового пивоварения очень развита тематика совместных варок, коллабораций. С кем из украинских пивоваров тебе было наиболее интересно работать, и что запомнилось больше всего? Нам здавалось, что ничего обычно взяли и сварили. Но начну, из кумпеля тоже мы варили, много разом с Тарасом, но Тарас уже как дом. Но я помню, что у нас один год варили мы из Днепра, Игорь приезжал на День независимости. С Моленко. С Моленко. Ну, был и Некрасов, и мы варили разом, есть такая ципа независимая, а потом еще на Молодце мы варили ципу. И это было очень интересно, потому что это было летом, мы ходили в горы, принесли много идей, и оно вышло, и до сих пор люди помним, я считаю, что это достаточно знаменитая варка. Варвары тоже наши друзья были, тоже не можешь забыть. И в горы ходили, также идей были. Еще вопрос личного характера, вот ты занят на пивоварне, занят на базе, занят там-там-там, как жена относится к этому, к твоей такой занятости серьезной? Ну, бывают, бывают такие трошки проблеми, ну не проблеми, нюанси, правильно, но уже спочатку было так, что они не понимали меня. Но сейчас женщина любит наше пиво, ципа любит, и гости наши любят, и подтверждают, и я считаю, что когда-то нужно было бегать дома, потому что у нас уже дом, здесь у села нет центрального опаления, и котельню топить. И кричали, что, ой, человек дома, в хаті холодно, нужно котельню затопить, по нашему ватру накласти, и кричали, что я ничего не делаю. А сейчас уже помогают все, и дочка помогает, и женщина помогает. Я считаю, что это уже тоже понимание, но мы добились, я считаю, своим трудом, это и повая, и они понимание, и сейчас сами даже что-то пробуют брать какую-то участь. Поддержка – это важно, и так что есть понимание, я уже сейчас могу сказать, мы все дружно тут в работе. Не лишь женщина, а все классы. Полузаключительный вопрос у меня. Как односельчане относятся к пиву, как односельчане относятся к команде пивоваров, они относятся к цене на это пиво, потому что цена не маленькая, можно так сказать. Даже здесь пиво стоит от 33 до 47 гривен за бокал 0,4. Ну, спочатку ясно, что когда я варил на террасе, на этой террасе, и стояли тут бродильные, яйцеподібные наши чани, яйцеподібные котел, пари, и я працювал, люди, где-то, которые меня познавали, что я в весенях, так, ну, директор турбазы был маленькой, и тут начинал мити, варить, парило. Дехто посмехался и так зъехидно не верил, что мы тут делаем. И отношения было, как бы, не очень надежные, я бы сказал. Ну, но я считал, что нужно попробовать, працювать и працювать. Когда уже попробовали люди пиво, мы сначала крафт наш билый сварили под травой, и люди, как бы, тут не очень в нашем крае понимали, вот, крафт, экспериментальные сорти, поэтому это разделилось на традицию и на поиски, и мы были вимушены, что-то и для наших местных людей, вот, традиционные наши сорти, классические, для наших людей, но, оказывается, мы сварили классические, люди пьют и наши классические, и, оказывается, что и крафт уже любят нас тут у квасах. И с целью, сейчас уже много, что связано в квасах, и люди, ну, я бы сказал, что уже понимают. Есть у них такой патріотизм, да? Да, уже так. Ну, сначала я варил сам, потом я двух хлопцев научил, и они варили. Сейчас уже команда варить семь человек, даже восемь, а там уже, если рассчитывать на бутылку, уже больше хлопцев, и все местные. Ну, это очень важно, когда у людей тут, у нас не очень много предприятий, большинство в Чехии зарабатывает гроши, а вот тут стабильная работа появилась, это раз, и сначала относились как просто до работы, а сейчас, вот, мы как раз вчера проводили с хлопцами какие-то навчания, и мы увидели, что в них, ну, я бы сказал, горят очи, им цікаво. Они давали много вопросов, мы думали, ой, просто выходили. Но я постоянно хотел, чтобы они не только выполнили свои обязательства, а без того, что ответственность, а и с каким-то добротом. Ну, наши люди в горах, это, как делают, то действительно трудолюбивые, и если не выходят, он лучше не делает. Ну, а я считаю, что они уже ценят не только как просто работу, а уже переживают, и это очень важливо. Ну, не маленький час пройшел, чтобы это произошло. И их, рахуйте, что за каждым, тут местные все хлопцы, помощники наших пивоварьев, которые работают, у каждого есть родина, за него переживает родина, и квасы, как бы, берут участь достаточно, потому что там пивовар живет, там у него брат, а там у нас специалист по ремонту живет, так же помогает нам, и все берут участь, и в квасах. Я считаю, что ЦИПа уже набрала какую-то такую теплоту и отношения местных, и поэтому, я думаю, и чувствуют люди по всех наших закладах. В общем, такое у нас получилось интервью с главным пивоваром ЦИПа Юрой Юровичем. Спасибо Юру, спасибо, что нашел время, потому что пока мы делали интервью, три звонка просто пропущенных, и надо бежать работать дальше. Хотелось еще сделать небольшой спойлер о том, что в квасах планируется строительство абсолютно новой пивоварни, это будет уже этим летом. Приезжайте до нас, это понятно, мы будем стараться, ничего мы не меняем, традиционно варим на малой пивоварне, и полепшиваемся, но запрошиваем, ясно, что в квасы, Закарпатская область, Рахевский район, это все знают. Еще плюс, заходите и до нас в другие заклады, потому что мы, как бы, частинку квасов всюди передали, и где вы не зайдете, вы отчуете. Ну а мы будем стараться, робете, будем дякувати вам файно. Ну давай, дякую тебе, на здраве, подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам, и обязательно приезжайте в квасы, потому что здесь действительно классно, здесь классный воздух, классные горы, классные люди, и очень вкусное пиво. Поэтому всем классного дня, вкусного пива, и до встречи!